Да, Евгений Алексеевич, хотелось бы задать несколько вопросов. И первый из них, это, конечно же, Олимпиада. Сегодня можно делать уже первые выводы, и спортсмены из России уже выступают. И вот, например, российское телевидение не освещает Олимпиаду, вернее, не обеспечивает прямые трансляции. Как вы считаете, это правильно или неправильно? Ну, это было такое решение. На самом деле, первоначальное решение российского телевидения было не транслировать, поскольку там отсутствует команда российского государства. Это было такое прямо решение, принято. Но если вы посмотрите телевидение, то с утра до вечера идет трансляция Олимпиады. То есть, фактически, российское телевидение устроило такое мощное пропагандистское шоу в поддержку спортсменов из России, а не российской команды, потому что там нет российской команды, вопреки своему предыдущему решению. Я думаю, надо ссылку на решение разместить. И, как мы все помним, что Путин назвал, что выступление под белым флагом – это, по сути, будем так говорить, предательство страны. И вот демонстративное раскручивание на жалость спортсменов, которые там находятся, которые подняли белый флаг, и которые демонстрируют публичное предательство Отечества – это, конечно, мощная пропагандистская кампания, направленная прежде всего внутрь России, против российских граждан и российских интересов. И, как мы и говорили, российское телевидение, как ему и положено, на оккупированной территории подчиняется США и работает против России все 25 лет. И в этом вопросе, и во всех остальных. Вот мне, я даже сегодня, ну, как личное наблюдение, даже немножко, не только в этом же это видно. Вот сегодня утром смотрю первый канал, ведущий канал. Значит, там идут соревнования. Ну, как раньше, знаете, было. Вот кто дальше плюнет? Вот тут такие соревнования, кто больше ногой собьет, значит, стаканчиков с попкормом. Ну, по первому каналу, да, то есть, который должен, как бы, вроде учить людей или как-то, ну, какую-то достойную хотя бы поездку дня иметь. То есть, идет полная дебилизация, с одной стороны, тотальное население, а с другой стороны, как бы, идет поддержка предательств. Ну, раз вы задали вопрос по Олимпийскому уровню, давайте немножко у нас, потому что задают люди вопросы часто. Я вот сейчас в Питере, здесь получаю много вопросов, встречаясь с людьми. Они задают вопросы, вот как бы, как нам относиться к этим, ну, спортсменам. Ну, давайте, давайте вот, как бы, очень просто. Если ты не знаешь, как ответить на вопрос, как бы, поступай по закону. То есть, определи это с точки зрения позиции закона. Что такое Олимпийские игры? Вот, вернемся в начало. Это же не... Олимпийские войне. Это понятно, да. Это не просто соревнования между разными командами, кто сильнее, выше, быстрее. Это соревнования между государствами. Это вот одно из, ну, как бы, уникальных методов конкуренции наций в виде соревнований между государствами. Это так и по закону. То есть, это законная позиция. То есть, если наше государство не приглашено и не участвует в этом соревновании, то для нас этого соревнования нет с точки зрения закона, правильно? Угу. Следовательно, те люди, которые туда поехали, они поехали не по закону. То есть, они вышли с формата закона и поехали туда как частные лица. И, кстати, и для них создана уникальная ситуация. И оплачена Олимпийским конститетом международным уникальная ситуация, что на соревнованиях между государствами есть какая-то группа, представляющих сами себя. Ну, на самом деле, как бы, никому не нужная, потому что это, как бы, болтающаяся некая группа, которая никаким образом не может определить, какое из государств, раз это соревнования государств, быстрее, выше, сильнее. И, соответственно, не вписывающаяся ни в какой формат. То есть, придумали такую конструкцию, суть которой, ну, как бы, демонстративно для всего мира каждый день показывает, что России в числе государства достойных конкуренции просто нет. То есть, как бы, у русских плохая, слабая, недостаточная государственность. И дальше вот эта ежедневная промывка мозгов на базе демонстрации спортсменов-предателей и полный запрет на демонстрацию спортсменов, обратите внимание, патриотов, которые посчитали нужным участвовать в российской команде уже на международных соревнованиях в Сочи, которые организовал Владимир Путин, которые было полностью организовано, оплачено правительством. Об этом же вообще нельзя говорить. Я вам уже говорил, в России запрещено три вещи сегодня. Это говорить о российско-белорусском государстве союзном, то есть СССР, которое действует, и мы в нем живем, являемся его жителями, ну, по сути, гражданами. Нельзя говорить о Олимпийских играх в Сочи, патриотических, и нельзя говорить о суверенитете, об оккупации и о нот. Вот три абсолютных запрета для средств массовой информации. Но теперь, как бы, надо просто понять, мы же все-таки разбираем это не просто, чтобы болтать, а для того, чтобы граждане в России могли сориентироваться на этой ситуации с точки зрения национально-освоительного движения. Что хорошо, что плохо, и кто является участником этих процессов. То есть у нас имеется демонстрация пропаганды активно спортсменов-предателей, которая, естественно, не просто так делается. Я вот с этим и столкнулся в Питере, я же не случайно этот вопрос поднял. Идет автоматически тестирование российских граждан на патриотизм. То есть идут социологические опросы, в которых спрашивают, как вы относитесь, откровенно говоря, к этому позору и к спортсменам, которые в них участвуют. Тем самым интересуясь, конечно, позицией конкретного человека, жителя России, как он бы себя чувствовал в ситуации позора, в ситуации предательства. Тем самым косвенно тестируется российское население через вот эту вот массовую пропаганду, что если, допустим, не будет Путина, а будет кто-то другой из руководителей, который назовет черное белым, что нам не надо отечество, что нам надо пойти по пути ликвидации, как и в Советском Союзе, что нам там нужно поднять региональный сепаратизм, статус и так далее, то как к этому отнесутся люди? И вот результат этой социологической обратной связи в условиях, конечно, мощной тотальной пропаганды, которая была, кстати, организована Горбачевым для цели ликвидации СССР, тогда что же она сопровождала? И получает вот эту обратную связь. То есть каким образом среагирует российское население в своей массе на ликвидацию российского государства, как в свое время советского, под благовидным предлогом и под мощной пропагандистской машиной со стороны государства? То есть придадут опять, как в 91-м, 93-м или нет? И масштаб. Именно для этого, я думаю, что одна была из сверхзадач организовать вот такую странную историю, в которой прямо видно, как организаторы и участники этого процесса меняют радикально свои подходы и взгляды. Еще раз я сошлюсь на решение ВГТРК и ведущих российских каналах, что они не будут транслировать соревнования, в которых не будет российской команды российского государства. И тут же они через какое-то время тотально осуществляют вот это транслирование откровенного предательства и белого флага. Это значит, они поменяли свою точку зрения. Абсолютно так же они поменяют точку зрения по отношению к Путину. могут и накануне выборов или сразу после них. И точно так они будут участвовать в акте национального позора и ликвидации уже непосредственно по дальнейшим мероприятиям по ликвидации российского государства. И здесь, кстати, очень концептуально вовремя мы вот уже обсуждали эту тему, когда тот же МЧС официально доложил, что он рассматривает сценарий, исходя из руководящих документов России, что в России будет военное действие в форме активных террористических отрядов. Я так понимаю, это отряды, там, те же батальоны из Киева, с ИГИЛ и так далее. И точечных ядерных ударов. Ну, чтобы наши слушатели как бы понимали, к чему готовится российское МЧС, к каким событиям. Ну, кстати, совершенно правильно готовится. Важно то, что это отражает как бы движение, по которому мы идем. То есть это официальное движение, по которому мы идем. Так вот, они готовятся. Что такое точечные ядерные удары? Ну, чтобы была понятна логика. Если на Россию осуществляется ядерная атака, то автоматически срабатывают механизмы ядерного противодействия. Это уже со времен еще раннего Советского Союза. То есть такую атаку может сделать только Соединенные Штаты Америки, все это прекрасно понимают. Их союзники, ну, централизованные. На эту атаку они все знают, 100% никто никогда не решится, потому что получат встречный ядерный удар. Следовательно, когда нам начинают разворачивать концепцию точечных ядерных ударов по российским центрам, то это не означает ядерная война с Россией. Это означает, что бывшие части Советского Союза, нашего Отечества, у которых внезапно появилось тактическое ядерное оружие, начали его использовать для ударов по Российской Федерации. Естественно, у них нет тотального ядерного оружия, как у США. Но у них есть там по 5-10 ракет, которые каким-то образом у них оказались тактического характера. Что это в практическом плане означает? Это значит, что будут нанесены удары, например, в Москве по району Кремля. При этом Москва вся не исчезнет с лица земли, как если бы была при тотальной ядерной войне. Ну, центральный округ погибнет. И, понятно, всех остальных придется выселять. Или, например, и погибнет, допустим, как в Хиросиме и Нагасаке, по 100-200 тысяч человек. Ну, плюс с болезнями 1500. Ну, а в Москве, вы не забывайте, 15 миллионов. То есть не произойдет уничтожение всего населения. Произойдет именно точечные удары, которые запустят определенные политические процессы. Да, вот ценой гибели миллионов людей, но не десятков миллионов. И запускается определенный политический процесс на завершающем этапе. Или, например, в Санкт-Петербурге, где я сейчас нахожусь, удар по Невскому проспекту. Это тоже не уничтожит Санкт-Петербург. Это уничтожит Адмиралтейский район. И опять там 100-200 тысяч погибших, 500 тысяч пострадавших. Остальные тотальные беженцы, озлобленные против плохого российского государства, которое не может их защитить. Оно не может их защитить от тактических ядерных ударов по определению. Потому что сбить ядерные ракеты действительно при современных условиях нельзя. Ну, по крайней мере, грубо говоря, из двух ракет одна пробьется по-любому. То есть удары будут нанесены. Сбить нельзя. Это не полное уничтожение тысячи зарядов, которые есть у американцев, а это, допустим, 5-10 ударов по стране, которые пробились. Это, соответственно, запуск, причем ответный удар. Что такое защита? Это перехват. Я говорю, каждая вторая ракета, но первая пробьется, поскольку они современные. И это ответный удар, который держит в страхе тех, кто наносит удар. Наносить удары будет Прибалтика, который не имеет суверенитета, чтобы испытывать страх. То есть его чиновники Прибалтийских государств, они не чиновники, избранные народом. Они назначены от Соединенных Штатов, которые просто марионетки, выполнят приказ и все. Или в Киеве, то же самое, полет двух-трех ракет с Киева, они никак от украинского народа не зависят. Это будет не его выбор, это будет команда США. Но ответ, допустим, российские удары такого же характера по Киеву или по Прибалтийским городам, они ровным счетом для Америки абсолютно, наоборот, укрепят власть Соединенных Штатов Америки в принципе. Потому что покажут, что вот нужен такой мировой контролер, мировой однополярный мир, что надо повышать его дисциплину, потому что в мире вообще все охренели и уже начинают стрелять ядерными оружиями друг в друга, хоть и тактическим. Вот поэтому это такого рода расчет, который показал нам НЧС, он абсолютно логически проистекает из статуса российского государства, который не может поставить задачу перед органами власти в силу отсутствия суверенитета и подчинения США. Помним, да? Официальный статус России, провинции Соединенных Штатов Америки, часть американского однополярного мира. То есть, следовательно, это будет с точки зрения истории просто локальная ядерная война между частями одного советского отечества, что есть блестящий ход со стороны Соединенных Штатов Америки для уничтожения всех народов, живущих в СССР, которые являются историческими врагами. То есть, американцы и англичане ведут с Россией войну по уничтожению исторического российского отечества, а не сегодняшней Российской Федерации, потому что некоторые путают эти понятия. И первый их успешный ход в этой войне, это был 1917 год, и они как бы развивают здесь успех. Вот эту логику просто надо понимать. И вот эти спортивные соревнования, вот эта официальная позиция. Ну вот видите, невозможно защититься от этой конструкции. МЧС прав. И те, кто принял решение, на базе которых МЧС разрабатывает стратегию снижения последствий от этих ударов. То есть, абсолютно правы они, потому что действительно от такого как бы модели американского удара по России со стороны тактическим ядерным оружием ограниченных масштабов, со стороны Украины, Прибалтики и так далее, защититься Средней Азии, например, защититься действительно в сегодняшней модельности подчинения Соединённым Штатам Америки невозможно. Вот это чётко надо понять. То есть, если, я вот сейчас пользуюсь разговором, я обращаюсь к гражданам России, если вы хотите жить, а этот вариант будет запущен, как только удастся решить проблему первого хода, это ослабить Путина, ослабить центральную российскую власть, например, в результате беспорядков после этих выборов, как вариант. И сразу запускается эта модель для того, чтобы слабая власть не вздумала даже в голову, не вздумала ему прийти мысль, что в ответ на, допустим, ядерную тактическую ракету из Киева нужно бить по Вашингтону. Это сильная власть так отреагирует, и план американцев будет разрушен, и ракета из Киева не полетит. Слабая власть, естественно, разведёт руками и скажет, какие гады в Киеве. Как сейчас у нас и говорят, у нас же не замечают это всё. Поэтому, по сути, прорабатывается сценарий, который сейчас функционирует в Сирии, и по которому на территории Сирии тоже сирийское государство не замечает интервентов сильных в лице США, и как бы ведёт войну с интервентами более слабыми, которые США, собственно, и назвали, и разрешили их уничтожать, и дали приказы такого рода. То есть, по сути, и Россия, и Сирия своими солдатами, своим пушечным мясом с точки зрения Соединённых Штатов Америки выполняет задачи, которые поставили перед собой Соединённые Штаты Америки. Вот абсолютно такая же логика, и планируется перебросить на российскую территорию. То есть, мы должны с вами понимать, если российская армия по этой логике воюет в Сирии, значит, она по такой же логике, впарльной логично, и будет действовать в Российской Федерации. То есть, будет осуществлять боевые действия в этой случае с Украиной, с Киевом, оккупационным режимом Киева, несмотря на то, что источник агрессии будет Вашингтону и Соединённых Штатов Америки, тем самым как бы завершается этап ликвидации исторического российского государства. Понятно, после таких боевых действий, после трёх, четырёх, пяти ядерных зарядов в Москве, в Питере и так далее, в Екатеринбурге на Платинке, например, то после этого не будет уже существовать российская государственность, и цикл её ликвидации, начатый в 1917 году, развернутый в 1991 году, укреплённый голосованием 1993 года, будет завершён. То есть, задача, поставленная англосаксами по уничтожению конкурента исторического российского отечества, отечества русского народа и Российской империи, она будет завершена. И после этого уже англосаксы будут приступать к реализации других исторических задач, потому что за тысячу лет истории, понятно, у них много задач, противников, целей и так далее. Вот эту как бы логику просто надо понимать. Евгений Алексеевич, а как Вы считаете, не может ли привести к такой ядерной войне, пускай даже тактически, или опробовать, например, этот механизм в той же самой Сирии? Сегодня вот Иран заявил, что больше нельзя беспрепятственно самолётом Израиля летать на территории Сирии. Израиль, на всякий случай, это ядерная держава. Мы не знаем, сколько, но сколько-то ядерных оружий у него есть. Может быть, тоже можно сопробовать как раз вот именно такое вот тактическое ядерное оружие против неядерных держав? Это так, но, скорее всего, скажем так, опробование таких технологий, оно будет возможно только в исторической конструкции только один раз. То есть, я думаю, что в Сирии этот метод использовать не будут Соединённые Штаты Америки и союзники Израиля в том числе. Я думаю, что в Сирии они отступят для того, чтобы этот метод остался как бы как эффективный на территории Российской Федерации, потому что тут надо выбирать. Использовать эту технологию, которую я сейчас изложил и о которой говорит МЧС, возможно только, раз её возможно использовать только один раз, то лучше её приберечь для главного противника. Главный противник – это, конечно, не Северная Корея, где, кстати, тоже могли бы американцы это сделать. Главный противник – не Сирия, это такие промежуточные цели. Главный противник – это, собственно, Российская Федерация. Китай тоже, но Китай идёт всё-таки у них номером два. Таким образом, скорее всего, эту технологию, 5-10, я её назову, технология вторжения несколько сотен тысяч террористов и карателей в сочетании с 5-10 тактическими ядерными ударами, каждая из которых унесёт жизни, 100-200 тысяч человек, плюс, понятно, большое количество поражённых, так сказать, соответствующим излучением и так далее. Вот я бы назвал вот это. Вот это уже видно, да, то, что уже видно, что вот этот замысел начинает реализовываться. И, в принципе, на сегодняшнем этапе защиту от этого качественного замысла в Российской Федерации иначе, чем историческим методом восстановления суверенитета и победы НОД, невозможно. А пока такого рода решения, как победа НОД, российский народ ещё не принял. А для того, чтобы, вы спросите, как мы узнаем, что российский народ принял решение, что НОД должен победить, он должен участвовать в НОД. Если миллионы, десятки миллионов людей уже не с целью социальной и материальной, и другими чувствуют собственную значимость, а с целью просто инстинкта самосохранения не будут участвовать в НОД, то вот против вот этого лома пятидесяти тактических ядерных ударов в условиях России слабой, а из-за отсутствия суверенитета она, конечно, слабая. По экономике в 14 раз слабее, чем 10 лет назад. Практически нет. То есть не существует защиты от вот этого плана. Мы, конечно, ещё на площадке НОДа эту технологию обсудим. То есть пригласим специалистов в Государственную Думу и её, то, что называется, проведём определённые модельные игры, штабные игры проведём. Мы её как бы осмыслим. Но уже понятно, что я не вижу никаких способов защититься от этой технологии. Подчёркиваю, вот чтобы в третий раз, чтобы все понимали, о чём я говорю. Это технология, когда в начале наносится 5, 10, 15, может быть, тактических ядерных ударов по крупнейшим городам, после чего, естественно, это делается сразу после того, как на улице организуется хаос. Вот я сейчас в Санкт-Петербурге, мне уже со специалистами общаюсь. Питер, как вы знаете, город с достаточно сильными позициями пятой колонны в пропагандистском смысле этого слова. И мне уже сказали, что да, вот уже студенты в вузах перешли от технологии так называемого протеста к технологии так называемого подполья. То есть подполья пятой колонны Соединённых Штатов Америки, когда в вузах формируются определённые структуры, сети, группы, которых не за что, как говорится, наказывать или что-то им предъявить, потому что они не осуществляют функцию протеста с нарушением закона. Но при этом они, то, что называется, идут по формированию сигнала. Если такого рода групп в Питере удастся американцам создать там 100-200 тысяч, а это возможно, плюс Москва, плюс Екатеринбург, плюс другие города, вот уже миллион, который будет вброшен в определённый момент на улицы, например, по результатам выбора, какие бы они ни были. И дальше начинается как бы определённый хаос на улицах, который резко ослабляет власть и который позволяет. Ну, там ещё ряд моментов есть. Я не буду сейчас подробно о них говорить. Запускается определённый хаос на улицах, ослабление власти. Дальше удары со стороны ядерные, как МЧС и предполагает, ядерные удары со стороны бывших частей Советского Союза, то есть, по сути, от нас. То есть, это, по сути, гражданская война в СССР. То есть, тут вообще как бы Америка ни при чём, с точки зрения формальной, вот в этой логике. Это, естественно, приводит тотализация, тотальный хаос, то есть, вообще, отрицание российского государства, способного вообще защитить миллиону людей в России. Просто шоковая ситуация. И дальше, после этого, естественно, открываются границы, ослабляется резко армия, её потенциал сопротивления, и сотни тысяч уже карателей вторгаются и завершают процесс ликвидации государства Российской Федерации, потому что параллельно поднимает голову сепаратизм. Это всё организованные вещи. Национальный сепаратизм, дальневосточный, уральский сепаратизм, южный сепаратизм поднимаются с одной стороны и одновременно. И одновременно с этим процессом вот эти карательные отряды начинают вырезать непосредственно русские центры сопротивления. Куда они направлены? Против них защиты не будет. Неужели вы думаете, что там мужики, грубо говоря, в каких-то маленьких городах, а большие будут эвакуированы в этой ситуации? Я имею в виду там Москва, Питер. Понятно, что если в центре взрыв, какая тут уж проживание? То есть тотальные беженцы, тотальный хаос, и какие-то в условиях этого хаоса там мужики, которые, грубо говоря, из отделения полиции возьмут там ружья и автоматы, они не смогут сопротивляться там отрядам АЗОВ с Украины или террористическую, или ИГИЛу там с Афганистана или Сирии по определению, потому что как совершенно другая логика, другой дух. И после этого резня еще, в которой погибнет народу не меньше, чем от ядерных ударов. Хотя и дальше уже, собственно, распад российского государства и уничтожение русского народа, которого возьмут тепленьким. То есть вот эта технология, от которой сегодня защиты, подчеркиваю, нет. То есть в условиях отсутствия суверенитета и подчинения США это лом, против которого приема отсутствует. Единственный способ спастись, это победа национально-освыкновенное движение, это укрепление Путина и его реформ по освобождению от американской власти и при малейших признаках этого сценария автоматический удар по США. То есть если ядерная ракета летит в сторону России, удар по Вашингтону. Если российское государство, а сегодня оно не может это сделать, но в случае реформ НОДа и Путина может, объявят о том, что любая ракета из Киева, ядерная, это удар по Вашингтону, ракеты из Киева не будет на 100%. Это понятно, да? И там запускаются определенные другие сценарии. Мы это сейчас, конечно, еще просчитаем, эту логику. Посчитаем, потому что где-то с точки временных, если меня спросят, когда этот сценарий должен быть реализован. Я думаю, что он будет реализован не позже, чем в течение года после выборов. То есть логика такая, сразу после выборов начинаются беспорядки. Эти беспорядки набирают силу, потому что страна действительно в катастрофе. Социального горючего материала десятки миллионов. Это людей, которые в шоке, в хаосе, в экономическом. И вот эта демонстрация, мы с этого начали, что предательство отечество, это нормально, это как бы гириализация предателей, а следовательно, сдерживающие факторы, что надо не самому защищаться от этой социальной катастрофы и катастрофы в сфере безопасности, а надо защищаться в масштабах своего отечества, она как бы уходит на второй план. То есть это не случайно, то есть как бы не нужно. Лучше я сам, вот как спортсмен, доплевать на страну, я вот должен сам получить свою медаль или свои деньги. Вот я к этому готовился, я вот такой хороший, для меня вот это последние, единственные Олимпийские игры, это мой шанс. Иначе ходят на все остальное. То есть это психология, это логика пропаганды. И вот эту логику пропаганды через Олимпийские игры раскачивают и раскручивают вот этой пропагандистской машины. То здесь все как бы абсолютно понятно, логично и взаимосвязано. Спасибо большое, Евгений Алексеевич. Да, спасибо.